Ресторанная публика Куплетистов Ангажемент То, что называется легкий и легчайший Жанр искусства Этот легкий и легчайший жанр И до революции считался сомнительным А после революции вообще Поначалу подлежал уничтожению Как некое пошлое буржуазное искусство Но в конце концов Он был установлен И даже создан специальный театр эстрады И создана специальная организация Которая называлась Ленконцерт И которая занималась культивированием Легкого жанра Вот о Ленконцерте мы сегодня с вами и поговорим Каждый ленинградский артист И музыкант знал этот адрес Фонтанка 41 Ленконцерт 3000 человек здесь работало Одних ресторанных ансамблей 93 Ленконцерт окормлял музыкой, культурой, художественным словом Весь наш огромный мегаполис Белой ночью бегут олени И синеют сплошные льды А на десятой параллели В это время цветут сады А нам не страшен ни вал девятый Ни холод вечной мерзлоты Ведь мы ребята Ведь мы ребята Семидесятой широты Ведь мы ребята Семидесятой широты Ленконцерт состоит из множества артистов Моно-артистов Каждый из себя представлял определенную величину В определенной иерархии и структуре Кто-то был высшей категории Кто-то был средней категории Кто-то у кого-то была высшая ставка У кого-то там низшая и так дальше И из этих артистов Временно укомплектовывалась Некая концертная бригада Которая ездила на гастроли Со всеми тяжкими Существовали огромные альбомы В которых были артисты У каждого была своя страница На журнале, если мне не изменяет память Было около ста конференсье Или людей, имеющих право на объявление Культурный досуг советских трудящихся Обеспечивала целая огромная индустрия развлечений Представьте себе Дворцы и дома культуры Клубы, красные уголки Концерты в дни профессиональных праздников Типа Дня железнодорожника Или Дня работника советской торговли Выступления в обеденные перерывы На полевых станах, в цехах Все это должно было работать как часы Сборная концерта просветительской истории Она придумана Луначарским в свое время Когда в одном концерте могли встретиться Звезда драматического театра Академического Оперы, акробат Фокусник, певица, певец И цыганский ансамбль Площадки были самые разные От самых больших В дворцах культуры В каких-то сборных Концертных залах До самых невероятных Например, очень часто Мы работали в цехах Выходя на разную аудиторию Вот я выхожу порой На заводскую аудиторию Прямо перед рабочими На заводе В рабочий перерыв я выступаю Действительно, люди, когда был обед Часть обеда Предоставляла сцена актерам Люди собирались в актовом зале И знакомились с какой-то программой Это могло быть и художественное слово Это могла быть и музыкальная программа Это могла быть какая-то просветительская программа И это все был Лен-концерт У комсомольцев Ленинграда Много добрых традиций И одна из них Поездки молодых писателей Художников, композиторов С творческими отчетами на заводы В совхозы К студентам, к пограничникам К тем, кому они служат Своим творчеством По размаху своей деятельности И объему обслуживаемой территории Лен-концерт был подобен Маленькой армии Дисциплинированной и мобильной Есть приказ Дать концерт где-нибудь в чистом поле В сотне километров от базы И этот приказ Будет выполнен вовремя и в срок Мы были как бы не свободные люди У нас не было ни воскресных дней Ни дни рождения Ни праздников Этого не было Потому что могли позвонить Сказать, сегодня работаете Вот так это Так называемые на журнале Не обсуждалось Будет он участвовать в этом концерте Или не будет Не обсуждалось Поедет он на гастроли В самый отдаленный уголок Или не поедет Актер понимал, что Он должен поедать Гостиница Советский сервис Номер на двоих Клопы Кипятильник Жизнь артиста В Советском Союзе Это не жизнь гастролера Во Франции Мы поехали на гастроли в Тюмень И нам дали с Галей номер люкс Ну номер люкс Номер люкс Она пошла в туалет Через некоторое время возвращается Говорит, слушай Ты знаешь, кто-то у нас в номере еще живет Я говорю, такого не может быть Люкс Она говорит, ну вот сходи Я зашел в туалет И вдруг слышу Рядом с собой Ну просто вот как мы сейчас с вами Разговариваем голос Муз, два мужика Разговаривают между собой Один другому говорит Микола А ты котлеты заказал? И я чисто машинально смотрю вниз И вижу вот такая дыра огромная Оказывается внизу ресторан А около этого унитаза Вот это там люкс такой И мы потом спустились в ресторан Посмотрели Я говорю, посмотри, это наш люкс Самое главное суточные Шуточные, как мы их называли 2,60 Были суточные Так что мы зарплату как бы не тратили А вот на эти 2,60 Нужно быть и сытым, и пьяным И нос в табаке Многим это удавалось Еще и домой что-то откладывали Романтика дальних командировок Сменялась для артистов Лен-концерта Повседневной рутинной работой На ближайших рубежах родного города У Лен-концерта был свой автобусный парк Который состоял из самых разных машин Была специальная машина для концертных бригад Кубань Были вот такие вот икарусы Были львовские автобусы И каждый день бригады артистические Уезжали в самые разные концы Ленинградской области В Ладейное поле В Будгощ, в Толмачево Загружались костюмы, аппаратура На несколько дней Бродячие артисты Мы садились на какие-то автобусики, рафики И мы ехали зимой в мороз Куда-то в тему таракань Это были шефские концерты, бесплатные Но никто не отказывался Мы ехали, мы собирались, играли с полной отдачей Потом нас приглашали в замечательные буфеты Где мы ели офицерские, так сказать, обеды С шилом, так это называлось Это было в чайничке для конспирации налито Артистическая работа Это работа патагонная В день от трех до пяти концертов В самых разных местах Летом это почти всегда открытые площадки Палуба корабля Эстрада в саду Летний театр в каком-нибудь парке культуры и отдыха Потом путешествие куда-нибудь в колхоз И, наконец, вечером выступление в сельском клубе Не было, наверное, такого уголка Бывшего в Советском Союзе Куда бы ни приезжали артисты Лен-концерта И если уже появлялась афиша Лен-концерта Мы могли быть уверены, что билеты будут проданы А происходило то, что происходит и по сей день Если в одном поселке По окраинам стояли два клуба И в одном выступали артисты МОЗ-концерта А через несколько километров от них Артисты Лен-концерта То шли на ленинградцев Шли на город Работа в Лен-концерте чрезвычайно престижна Туда не попасть Артистов не пугает ни сверхъестественная загрузка Ни бродячая жизнь Ни невысокая официальная зарплата Умелые администраторы Лен-концерта О которых в городе ходят легенды Всегда смогут обратить минусы кочевой жизни в плюсы Не обидят ни себя, ни своих подопечных Едет ансамбль комедии «Рахлина» По договорам с филармонией У него 40 концертов А администратор очень хороший В итоге вместо 40 концертов У них получилось 56 Значит, они получили 56 раз Этих ставок вместо 40 Мы приезжали в филармонию Те говорили Вот у вас норма, да? Давайте поработайте на нас Заболеете на 3-4 дня И мы сделаем по 3-4 концерта в день Вот тогда мы действительно работали Чуть ли не с янцами Но от этого качества наше Ничуть не понижалось Мы просто уставали безумно Просто валились в постель Но так как мы держали марку Ленинградской эстрады То мы не халтурили нигде и никогда Пожилось, в общем, по тем временам неплохо Я вам должен сказать, что Мы вообще актеры, лицедеи Во все времена Еще это из Шекспира вы можете подчеркнуть Мы всегда нужны При любой власти Мы всегда нужны И эта работа благодарная Потому что если ты отдаешь Чем больше ты себя отдаешь Тем больше ты получаешь взамен Не материально, конечно А в общении духовно Одно только состояние души Что ты нужен Оправдывает твое существование И это уже счастье Вот он настал миг прощания Любить и ждать, обещай мне И улыбнись мне на счастье Твои глаза запомню я Пройду я холод И ветер превозмогуся на свете Я буду жить Я бессмертен Пока ты ждешь Любовь моя Администраторы и режиссеры Лен Концерта Каждый раз вынуждены решать Очень сложную комбинаторную задачу Надо построить программу так Чтобы на нее шел зритель Который хочет видеть звезд При этом надо обеспечить работой Совершенно неведомых народным массам Но вполне многочисленных артистов Которые тоже хотят есть В программу надо непременно ввести Что-то полузапретное Скандальное На что всегда есть спрос При этом репертуар должен оставаться Идеологически выдержан Чтобы ни одна комиссия Не смогла придраться Тут были требования Которые иногда были Очень неожиданные Вдруг нам говорили Ни слова о таком-то Ни звука о такой-то И вдруг оказывалось Что вот вчера Прославляемый нами Какой-то Бростита Из Белграда Из Югославии Становился Броституткой Перед ход советом Ко мне подошел Наш музыкальный руководитель И сказал Из самых добрых побуждений Марина, я прошу вас Не снимайте со стойки микрофон Потому что могут вас Обвинить В подражании Западу Артист эстрады Был гораздо более Информирован Чем артист театра Потому что тот Как говорил Офелия О нимфа Так он И вчера И сегодня И не боялся Что и к нему Позвонят Из обком И скажут Не надо больше Профелию Важнейшая фигура Сбурного концерта Это конферансье Который говорит Что-то С необычайным подъемом Сен-Санс Умирающий Лебедь Танцует Заслуженная артистка Тувинской АССР Лауреат Премии ЦК ВЛКСМ Золотой Сапожок Генриетто Бородюк За роялем Сигизмунд Кац Он Продавал Нечто Что было Не очень Нужно Зрителю Как Часть Продовольственного Набора Которого Помнят Все Кто жил В 70-е годы К палке Твердокопченой Колбасы Чему-то Чего человек Очень хочет Добавлялись Какие-нибудь Ненужные Совершенно Предметы Продавались Билеты В основном На дружбу И на Эдиту Пеху А не скажем Не на шалву Лаури И Аллу Ким Балетная пара Такая была В Ленконцерте Вот Но тем не менее Встречали их Очень хорошо Потому что Это были артисты Экстра класса Нам просто так вот До веса какой-то Не давали Лишь бы Задача Которую ставил Перед собой Конферансье Не сводилась К банальному Втюхиванию Публики Второсортного Товара В паре С деликатесом Порою Конферансье Выступали Как своеобразные Просветители Продвигая Качественную музыку И помогая Неформатным Артистам Преодолевать Цензурные Препоны Вот в те времена Была Замечательная Джазовая певица Нонна Суханова О, я счастье Хочу танцевать Ах, танцевать Да, танцевать Радость свою Я не в силах Скрывать Радость свою Я не в силах Скрывать На английском языке Не разрешалось петь И для того Чтобы ей разрешили Петь То, скажем Конферансье Московской Олег Милявский Прибегал К следующему Такому трюку Он выходил И говорил А сейчас Для вас будет петь Ленинградская Джазовая певица Нонна Суханова Мы ее обязали Петь на английском Потому что Она закончила Инъяс И что Нужно оправдать Затраченные на нее Государственные средства Ленконцерт Это Сотни коллективов Одни из них Обречены выступать На полевых станах И в цехах Во время обеденных перерывов Другие Гастролируют По областным городам И наконец Есть настоящие звезды Аркадий Исаакович Райкин С коллективом Который позже Стал самостоятельным Театром миниатюр Ансамбль Дружба Поющие гитары Это те Кто выступает На концертах Посвященных Закрытию Партийного съезда На международных Фестивалях Кто ездит С гастролями В группу Советских войск В Германии Это настоящие Неподдельные звезды Золотой Запас Как мне быть Как мне быть Я всю ночь не спала Твою замуж зовут Мухаммед и Абдула Подарите мне платок Обещал Мухаммед Будет в этом платке Молодой Столет Лай-лай-лай-лай-лай-лай Подарить платок Лай-лай-лай-лай-лай-лай Шелковый платок Мухаммед Очень много Было у нас Концертов По стране И за границей Сидит И везде Аншлаги Везде В зале Не попасть Я помню В горе В горе Мы работаем Там какой-то Грузин Значит Так Подходит Отзывает в сторону Слушай Помоги Украдать солистку Несмотря на идеологические барьеры Ленинградская эстрада Обладала всемирной отзывчивостью И протаскивала на сцену Контрабандный музыкальный товар Так Мода на французский шансон Откликнулась Эдитой Пьехой И ансамблем Дружба Созданным недавним выпускником Ленинградской консерватории Александром Броневицким Двенадцать человек стояло Сзади Пьехи Двенадцать Все как бы Выпускники Дирижеры Хоровейки Причем экстракласс Дальше Значит, когда появился Ансамбль Битлз То У нас работал Толя Васильев Гитарист Он очень многое От Броневицкого почерпнул Как режиссер Как музыкант И летом он Создает Тоже первое По времени создание Вот такую поп-группу Которая называлась Поющая гитара Это был Тоже для Наших Всех чиновников Как гром Разорвавшейся бомбы Потому что Битлов Все время У нас запрещали И вообще Можно было За любовь К Битлам Спасть Не мило Сочиновников Солнце на спитах Синей водой Головой Ветер на плитах Обгоняем Шар земной Ветры Голды Убегающие Вдаль Сядешь И просто Нажимаешь На петель Дай-дай-дай-дай 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 Умудренные люди С опытом Осторожные Понимавшие Что можно Что нельзя Знавшие толк В профессионализме Они могли понять Хорошо ли Держит паузу Ансамбль Лилипутов Можно ли Петь Еду И просто Нажимая на педаль Вот может Саветский человек Просто нажимать на педаль Или он должен Как-то с нагрузкой Нажимать на педаль А они понимали Хорошо ли Исполнены Саратовские припевки И вот Множество артистов С замиранием сердца Демонстрировали Свои произведения Легкого жанра И получали Добро Или Совет Поработать еще Переделать А может быть И жесткий совет Больше вообще Не выступать На профессиональной сцене В таком Прославленном коллективе Как Ленконцерт Такая высокая была сцена А зал такой узкий Длинный Комиссия сидела Значит там В отдалении В зале А я никак не мог Запомнить английский Слава Пели песни Две песни Битлз мы пели Я не мог запомнить Потому что я в школе Учил немецкий язык И поэтому по-английски Как бы ничего Я мелом На полу написал текст Мелом Я стою У микрофона И пою И читаю Читаю текст С пола Вот Ну Ход совет Прослушал наше отделение А я сделал Знаете как Я как бы Взял Несколько наших Русских Народных песен Ну Я их Как бы По-своему Сделал Тут Было Совершенно Неадекватное Как сейчас Говорят Решение Этих песен Ну Это Как бы Дало Шансы На то Что нас Все-таки Возьмут Искусство Эстрады Это народное Искусство Попасть На концерт Пьехи Или Сенчиной Или Марии Пахоменко Просто невозможно Огромные очереди Дворцов спорта Тогда нет И Подарок Билет На концерт Это Дар Сравнимый С тортом От Норда Или Приглашением В ресторан Гостиницы Астория Не случайно Молодой Офицер Комитета Государственной Безопасности Владимир Путин Приглашает Стюардессу Людмилу Именно сюда На спектакль Аркадия Райкина Так Президент России Нашел Свою Будущую Безус Это было не то Конечно Это было не так И конечно Это было Прямо скажем Совсем иначе Мы когда-то С родителями Жили на камне Оно широкое Широкое Я бы сказал Даже Очень правда Время было не то Время было другое Эпоха была Жуткая Просто Жутчайшая Эпоха Настроение было Гнусное И атмосфера Была Мерзопакостная Но тем не менее Рыба в камне Была Это была организация Которую надо вспоминать Только по-хорошему Ведь что уходит И что остается Концертная жизнь Это афиша Которая пожелтеет Аплодисменты Которые отзвучат И имя Которое рано Или поздно Забудется Но есть имена Которые не забудутся Никогда Ты это звон струны Ты это свет окна Ты это блеск волны Ты для меня одна Ты для меня Мои моря Я парус Всегда с тобой Здесь В особняке Кочневой На фонтанке До сих пор Работает организация Которая называется Петербург-концерт Петербург-концерт Это остаток Вот этой Великой империи Лен-концерта Лен-концерт Такая же часть Советской Ленинградской цивилизации Как Общепит Или ДСААФ Развалился Советский Союз Ленинград стал Петербургом И Лен-концерт Это мощное Рыхлое Но величественное Здание Развалилось Но По-прежнему Звучат романсы По-прежнему Фокусники Показывают Свои фокусы А мастера Художественного слова Читают стихи Свои фокусы Редактор субтитров А.Семкин